Не заставили себя ждать. Энтомологи прогнозировали нынче жаркое и влажное комариное лето. Вместе строим комаров досаждать, раздражать и окружать дачников и не только их стали и мошки. Сегодня наш гость, энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае Никита Ершов, поговорим, чем вызвано такое количество насекомых, есть ли хоть какие-то средства борьбы с ними и когда нашествие закончится, чтобы люди в полную меру могли насладиться летом. Здравствуйте, Никита, рад вас видеть. Что главным образом способствовало появлению такого числа насекомых в этом году? Так, ну, следует сказать, что действительно последние три года были довольно благополучны. Прямо три года? Мне кажется, только прошлый, нет? Учитывая статистику фенологических наблюдений последние три года, то есть количество комаров и мошек на территории нашего края было значительно. Ну, раза в три, в четыре меньше, то есть среднегодовых наблюдений. А с чем это связано? Ну, это, во-первых, особенности нашего климата, резкоконентальный климат на нашей территории. Ну и плюс существует такое понятие, как циклы водности, соответственно. То есть в основном развитие комаров приурочено как раз вот к этим циклам. И судя по тому, что происходит сейчас, ну, я, конечно, утверждать сто процентов не берусь, но кажется, происходит, то есть цикл водности полноводный в этом году. А что такое вот цикл водности? Вот смотрите, получается три года этот цикл водности был таким? Да, ну это то есть естественный такой природный гидрологический процесс. То есть, в принципе, цикл длится где-то 4-5 лет, ну там 3-5 лет. И то есть, получается, они чередуются полноводные циклы, мелководные, полноводные, мелководные. То есть, если вот даже посмотреть по уровню оби реки и других, в принципе, водоемов, то уровень воды возрастает, то падает, то возрастает, то падает. Ну, то есть, паводок причина, по сути, да? Ну, паводок громко сказать, это как бы уже стихийное бедствие, по сути. Ну, просто... Ну, что, вода поднялась? Да, грубо говоря. А где они вот там находятся, эти комары, где они возревают? Так, ну, если... Ну, давайте пара комаров тогда поговорим. Мы про мушек сейчас перейдем к ним тоже. Комары. Нас интересуют, по сути, на территории нашего края. Да нас они не интересуют, ну, так случилось. Нас интересуют. Нас интересуют, получается, три трибы. Это систематическая группа, ну, грубо говоря, подсемейство. Это айдини, малярийные комары. Это, простите, анафилини, малярийные комары. Айдини – это комары кусаки и комары рода кулекс. В общем, по ним, по каждому есть, ну, такие особенности развития, собственно. Вот что массово нас ест, по большей части, это вот... Вот сейчас, да? Да. Это комары аедосахлеротатус. В чем их особенность развития? То есть, в отличие от двух других групп систематических, выше обозначенных, эти комары отличаются особенностью размножения. То есть, они непосредственно откладывают яйца во влажную почву, во влажную растительность и в очень мелкие водоемы. То есть, это лужи, это просто какие-нибудь небольшие увлажнения там в камнях, в почве и так далее. То есть, некоторые даже в сухую почву откладывают яйца, ждут, когда эта территория... Пойдет. Да. Зальется, образуется хорошо пригреваемый водоем, который недельки-две будет, там, три существовать, и комары вылетают. В связи с этим, ну, как бы это... В связи с таким образом жизни очень много проблем, ну, для нас, по крайней мере, как специалистов, что наблюдать за ними сложно, потому что водоемы постоянно появляются и исчезают, и как бы в почве эти личинки тяжело искать. И поэтому вот эти вот комары, которые в основном нас всегда кусают, эти аедос и ахлеротатус, два рода, которые основные нападают. Ну, вот как раз у нас было такое достаточно дождливый последний, наверное, месяц, да, вот была жара, буквально там недели-полторы и потом начались дожди, и это способствовало, да, вот их появлению. Ну, в том числе. Хотя они в сухом, вы сказали, в сухой чуть ли не земле могут откладывать. Ну, да, откладывают, но в итоге, чтобы им пройти развитие, все равно должны увлажниться. Ну, вот в чем я вижу причину вообще вот этого явления, что, в принципе, как бы май у нас довольно был бескомаринный, по сути, единичный случай. Ну, вот в июле они появились глобально. В июле смысл в чем? Что совпало, ну, как бы, две такие ситуации в природе. Во-первых, увеличилось, резко увеличился уровень воды в реке Обь. То есть это как раз совпало, это последняя неделя мая, насколько я помню, было. То есть возросло количество воды в обе раз, и плюс температуры стукнули под 40 градусов жара. В итоге что получается? Обь и другие, как бы, притоки выходят за территорию своего водосбора, раз, прогреваются, хорошо прогреваются. И потом наблюдалось буквально через две недели снова падение уровня в обе. И, получается, вот эти разливы, вода отступает, образовывается огромное количество временных водоемов. Где они как раз и размножаются. Да, где как раз и развиваются. А мошки, Никит, вот и мошка бывает же обычно как? Только комары или только мошка? А здесь, получается, и те, и другие? А это, в принципе, то тоже, как бы, говорится, побочный продукт. Мошка, она, в принципе, сама по себе всегда развивается. Ну вот, опять же, личинки комаров, как я сказал, они живут вот в основном в хорошо прогреваемых водоемах. То есть в стоячей воде, это очень важно. Ну или вот в почве и мелких водоемах. У мошки, это совершенно принципиально другая систематическая группа из того же отряда, но другое семейство. Они развиваются, личинки, наоборот, в проточной воде. То есть это ручьи и реки. То есть какой принцип? Чем теплее будет река или ручей, соответственно, тем быстрее мошка выплодится. С учетом того, что у нас вот стукнули вот эти температуры под 40 градусов. Жаркие. Это способствовало. Да, во-первых, реки прогрелись, плюс то, что произошли разливы, по-любому где-то образовались ручьи, ну как бы водосбор дополнительный, плюс еще там, это отличные для них условия. Поэтому одно на другое, соответственно, вот такой вот. Понятно. И они стали как бы вместе нападать на людей. Да, да. Вы уже сказали, что это определенный какой-то вид комаров, которые нас кусают. А вообще, какие инфекции эти комары, мошки переносят? Есть ли у нас малярины, очень многие боялись, да, там малярийных комаров. И раньше там рассказывали, что чуть ли не из какой-то, как из Африки, случайно был завоз, по-моему, год или два назад. Опасны вообще комары, мошки или вот они просто вот наздят, что называется, и все? Ну, давайте так скажу. Малярийные комары у нас есть, у нас их полно. Но они не опасны? Да, они не опасны. Потому что такое малярийный комар – это, ну как бы, русское название рода анофилис, собственно. То есть да, они полно у нас летают, но как бы у нас один вид распространен, он холодоустойчив. Вопрос в том, чтобы заразиться малярией, должны быть условия температурные. У нас на территории Алтайского края, в принципе, ну как бы теоретически возможно, что малярию будут переносить. Но вопрос в том, что возбудителю нужно где-то взяться. А у нас, как бы, ну, соответственно, малярия 65-го года местная никакая не регистрировалась. В принципе, она у нас побеждена. Ну и слава богу. А чем они тогда вредны для людей, опасны? Что говорить вообще про территорию нашего Алтайского края? Я не буду вдаваться в подробности лишней. В принципе, потенциальная опасность от всех кровососущих у нас является тулеремия. Это такое бактериальное заболевание, которое характеризуется поражением лимфатических узлов, лихорадкой, ну и, в принципе, такими неприятными проявлениями в месте укуса. То есть, а в остальном, если, ну, как бы, там есть множество заболеваний, которые не переносят, ну, на территорию нашего края в основном есть опасность вот только по тулеремии. Но это тоже редкость какая-то же, да? Ну, грубо говоря, грубо говоря, тулеремия встречается довольно часто в переносчиках. То есть, на всякий случай нужно быть осторожным, но, как бы... Это комары переносят? Это переносят все кровососущие. Все, и мошки тоже? Комары, мошки, клещи, слепни. То есть, поэтому, как бы, она считается... Ну, как бы, у нас она на особом контроле, это заболевание, потому что много кто переносит, много природных резервуаров, поэтому, ну, мониторинг ведется. То есть, все-таки нежелательно, чтобы кусали людей? Конечно, нежелательно. А это такое, что-то заводится под кожей, да, я так поняла, тулеремия, нет? Нет, ну, это бактериальная инфекция. Вы не увидите, что что-то под кожей заводится. То есть, это стоком крови, получается, в лекотических узлах. Ну, она лечится, но не самое приятное заболевание. Вот смотрите, тут сейчас у нас даже люди начали жаловаться, что в парках сложно гулять, а вроде бы парки у нас обрабатывали. И накануне появилась информация о повторной обработке некоторых участков города. Получается, что раз обработали, не помогло? Как это? Ну, обычно. Ну, то есть, собственно, это такой вопрос по поводу обработок от комаров и летающих кровососущих. Надо несколько раз. Ну, да. Ну, вопрос в том, что вы же обрабатываете непосредственно, убиваете ту популяцию, которая в данный момент существует на определенной территории. Ну, допустим, да, грубо говоря, там на траве, на объектах остался инсектицид. Ну, там через некоторое время прилетели другие комары. Не факт, что они с этим инсектицидом вообще повзаимодействуют. То есть, да, это нужно делать периодически. И как часто, например? А я не знаю даже, что вам ответить. Потому что это вопрос касаемо природных условий. Если, допустим, будет безветренная погода, да, и недождливая, ну, допустим, да, что вы уничтожите популяцию на определенной территории, скорее всего, какое-то время новые комары не прилетят. А если будет ветреная погода, дождливая, так они сразу прилетят. По новой все это будет. Дачники, ну, это у нас те люди, которые все-таки чаще всего страдают от насекомых, они сейчас сетуют, что невозможно работать там в огороде, да, и без репеллентов, но и те тоже помогают на короткий период. Что посоветуете? Чем пользоваться? Ну, чтобы это было и не очень вредно для организма, потому что вот я лично, да, там каждые полчаса брызгалась, и потом понимаю, что я задыхаюсь уже от этого, просто именно от репеллента. И есть ли какие-то безвредные средства, которые могут отпугнуть насекомых? Конечно, конечно. Самое безвредное, самое рабочее – это автоматические орудия лова. Работающие на углекислоте. То есть, грубо говоря, представляют собой некоторые устройства, которые выделяют ультрафиолет и выделяют углекислый газ. То есть, в принципе, это как раз то, что приманивает кровососущих двукрылых всех. То есть это абсолютно безвредно. Как бы большую территорию покрывает. Вот я так и не поняла, это что такое? Это как это выглядит? Ну, по сути, представьте, что-то вроде какой-то конструкции цирендрической, ну, любой формы, да, к нему подключен баллон с углекислым газом. То есть и это в розетку всё. То есть розетка для того, чтобы ультрафиолет выделялся по краю и подача углекислого газа. То есть это куда-то, если на дачный участок купить? Да, стационарно. Это самое безопасное, самое эффективное, но очень дорого. Понятно. То есть это не каждый пойдёт и купит. Ну, получается, да. Ну, а вот смотрите, просто человек там хочет немного, я не знаю, под солнцем погреться или отдохнуть в огороде. Вот всё говорили, ванилин, вот знаете. Да, это ерунда всё по большей части. По-моему, да, он называется. Он вообще действенный? Ну, вообще смысл какой-то в этого есть. Но вопрос в том, что они будут к вам всё равно подлетать. Ну, то есть, возможно… Может, не укусят, но кружится они будут. Да, они подлетать будут, потому что на углекислый газ, который вы выделяете при дыхании, и на тепло, они будут всё равно лететь. Я рекомендую это просто москитные сетки какие-нибудь удобные и, грубо говоря, там камуфляж какой-нибудь. Москитная сетка на всё тело, что называется. Ну, по большей части, да. Понятно. Иными какими-то методами только вот этой вот дорогой истории. Ну, если хотите безопасно, то да. Скажите мне, Никит, ну, я не знаю, к вам ли этот вопрос. Когда-нибудь в Сибири у нас можно будет избавиться от комаров и мошек, потому что где-то, ну, мне рассказывали тоже энтомологи за границей, в некоторых странах есть такая обработка, которая там убивает, и всё, и больше их нет. Ну, это как-то сомнительно звучит. Потому что, во-первых, ну, как бы, понятно, что наши эгоистические человеческие побуждения тут играют важную роль, но не стоит забывать, что они несут ещё и пользователи. Не стоит забывать, что всё равно, как бы, комары являются частью экологического круговорота веществ, то есть пищевых цепочек и так далее, и так далее. Если мы каким-то образом придумаем, как это полностью их уничтожить, ну, это будет, собственно, это может каким-то катастрофам экологическим. Ну, тут я не берусь, конечно, сурдать, но последствия будут. По поводу способов борьбы, что, ну, как бы, можно уничтожить, ну, наверное, да, как вот. Был в советское время ДДТ, он уничтожал, в принципе, всё, и зачастую ничего не было, но сейчас, ну, как бы, признано. Ну, мощное что-то такое, да. Ну, да, но он не трансформируется в природе, поэтому его не используют сейчас. Есть генетические методы борьбы, то есть, грубо говоря, выпускают бесплодных самцов, насколько я знаю, у кровососущих комаров, с малярией-то, кстати, борются зачастую, что самцы в популяции, по сути, бесплодные вытесняют, которые могут давать плодовитость, и в итоге, ну, потихоньку комары вырождаются. Но это всё равно к полному уничтожению не приведёт. Ну, это и ненужно, я так поняла, да? Ну, в принципе, да. В общем, придётся терпеть нам. А сколько терпеть? Вот смотрите, когда в этом году вот это засилие комаров-мошек закончится, можете сказать, ну, приблизительно, там, август может нас порадовать, нет? Ну, тут нужно смотреть на прогноз погоды. Я что могу сказать? Если вот такая тенденция, как последние недели у нас продлится до конца года, что выходные дождь, слякоть, а потом жара, ну, значит, и до сентября, можем и до октября так жить. Если будет просто духота, грубо говоря, без дождей, тогда вероятность, конечно, больше, что их станет меньше. Потому что временных водоёмов станет меньше и так далее. Если будет холодно, ну, как бы, грубо говоря, там, среднесуточные температуры меньше градусов 20, там, 15, тогда у нас тоже есть надежда. Но, к сожалению, ну, такие точных прогнозов так далеко. У нас на три дня буквально дают. У меня нету по крайней мере. И гидрометцентр тоже на три дня дают. Я, то есть, не могу ничего сказать конкретно. То есть, говорю вот как вот, если тенденция продолжится, как сейчас, погодная, будет так же. Если что-то изменится, ну, будем надеяться, что в нашу пользу. Спасибо вам большое, Никит. Пожалуйста. А я напомню, что сегодня мы говорили с Никитой Ершовым, энтомологом Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.